Вы знаете, я так же как все понял одно. В магазины я не хожу. Товары для себя я покупаю только за рубежом и минимум трат на еду. Я так же как и большинство магнитогорцев занялся сельским хозяйством и мысли-то мои не о сверхдорогих товарах. Кроме всего я три года назад перевел все свои автомобили на газ и в этом-то радость. Я, простите, не понимаю на кого сыпется реклама дорогих магазинов, в коих вы платите за аренду и те знойные участки хозяев. Простите, это не для меня. И то, что я приехал в дом и это не товар для дома. Меня здесь более заинтересовал магазин Колеса Просто. Да потому что цена теперь другая. К нам приехали низкотворы из востока творить низкие цены. Да вот обломались. И вот я вам говорю, что зима рано или поздно наступит. Я вам говорю это прямо в середине лета. Но лето у нас, честно говоря, короткое. Три месяца, а потом осень. А осень плавно перетекает в зиму. А зима у нас, извините, я считаю, что она у нас полгода длится. Потому что можно, конечно, понимать, что когда-то мы самолет запускали 12 декабря месяца. То есть тогда было тепло. Но это было всего лишь раз. А так, честно говоря, с 10 октября и по 10 мая. Если вы потом поменяете и поставите свою зимнюю резину, это ваша проблема. Только потом мне не говорите, что вдруг внезапно у вас кто-то приехал. Вот. Где мы вам показываем, как зимнюю резину поставить. А место очень простое. Торговый центр, дом. Это Орженикидзовский район. По сути, это конец города. Тут до конца города, если что. Ну, до конца города в смысле девятиэтажек. Метров, наверное, 400, даже меньше. Вот. Здесь все работает супер. Потому что это отдельное издание. И здесь у вас нету никого, кто бы вам пожаловался. Так что приходите и покупайте себе замечательную резину. А сейчас расскажу как. Да, у нас были очень крутые цены. И не было кризиса. А ценники были ого-го. Да, я лазил по интернету и понимал, как за колесо стоимостью 25 долларов мы платим 200. Расценки простые. 25 плюсует продавец. 25 доставка. 25 плюсуем аренду. 25 зарплата. 25 реклама. И замечательная прибыль. Нормальненькие ценники. Да, все офигели. Ну, скиньте соточку и продавайте. Так все и скинули. И получается правило другого рода. Тот, кто приехал сюда с колесами, теперь тратит денежку на аренду. Так потому что все и скинули. И теперь понять надо. Смотрите, что за колеса и где подешевле. И помогайте Магнитогорску. Во-первых, мне бы хотелось людям сказать, насколько дорого колеса у вас покупать. На самом деле ничего здесь такого нет. У нас очень низкие цены. И мы называемся колеса просто, потому что просто дешевые низкие цены у нас. А еще в городе есть такие вещи, как колеса даром. То есть, если бы я пришел в колеса даром. Ну, колеса же даром. Типа, типа, да. И сказал бы, мне колеса нужны даром. По-моему, это немножко вранье, по-моему. Ну да, естественно. У них цены гораздо выше, чем у нас. Если кто-то не верит, может прийти и сравнить. Это понятно, да? А еще бы мне хотелось сказать, я как-то показывал раньше людям новые-новые-новые-новые новинки, да? Мы посмотрели Хакапеллита 4 есть и Хакапеллита 8. Но новинки-то в чем заключаются? Хакапеллита 8 вышла в этом году. Имеет у себя новый рисунок, соответственно. И шиповка у ней на 50% больше, чем у семерки. Вот у ее же самой. У топовой покрышки Хакапеллита. То есть можно эту резину покупать и уже чувствовать себя очень таким бодрым человеком, да? На любых покрытиях. Да, естественно. На льду она останавливается гораздо быстрее, нежели предыдущая топовая модель Хака-7. Я всем говорю, ребятки, если что-то случилось, да? То есть не надо своей головой рисковать, да? Можно же все-таки в кредит, потому что сумма-то небольшая, правильно? Да, конечно. У нас магазин предоставляет отсрочка платежа, кредитные линии, банки у нас также, либо за наличку. А отсрочка платежа это как? Человек приходит, оставляет предоплату за колеса, мы их убираем на склад, они хранятся в течение трех месяцев. И как клиент удобно, он приходит и платит малыми суммами, без процентов, без ничего. И после того, как выплачивает, забирает полностью комплект. Особенно это сейчас актуально, когда на улице типа жарко, но типа жарко же будет недолго. Да, естественно. Это актуально сейчас, до зимы, чтобы клиенты не переплачивали ни банкам, ни каким-то другим организациям, а именно сработали сейчас. Потому что на данный момент самые низкие цены это летом, как все знаете. То есть, чем ближе к зиме, тем, соответственно, цены растут. Это как бы политика не только магазинов, это политика заводов. Теперь-то все вроде стало ясно. По сути, переобувка с дисками вашего отечественного автомобиля в зиму это всего десятка, а может и меньше. Кстати, купив диски, вы и здесь можете купить резину и в ту же цену, и практически переобуетесь и на 15 дюйм. А вот с остальным сложнее. Я бы просто и правильно порекомендовал вам не пырхаться с шириной. Пока не до того. Можно купить нормальный автомобиль в 150 тысяч рублев на нормальных колесах. А не плюхаться на 18 дисках, не имея возможности купить дорогую резину. Конечно, нас поубивали с транспортным налогом. Кое и в раз можно было бы снизить до уровня сумина. Сумин-то ведь говорил, не насилуй своих граждан. Но умом, походу, нашим руководителям не понять человека, которого любили. И поэтому покупка массивных пепелатцев не для нас. Но мы теперь можем зато приобрести нормальную резину и в нормальном месте. И торговый центр дом. Вот оно. Итак, колеса просто. Торговый центр дом. Вот прямо за моей спиной. Покупаете себе офигенительную и очень дешевую резину. Кстати, слово дешевизна. И дешевизна сейчас присутствует. Помните, я как-то показывал сюжеты, и там все было очень круто и типа дорого. Нет, по сути, такое не является. По сути, конечно, есть и Китай, есть и другие страны, которые обеспечивают не только нас, а все население земли автомобильной резиной. Кстати, если вы хотите подумать о том, что Китай не производит зимнюю резину, это вы зря. Еще какую резину он производит? Там же тоже есть горные районы, там тоже снег падает. И, естественно, население Китая. Это все-таки 2 миллиарда человек, а не 130 миллионов россиян. И у нас тоже делаются замечательные резины. И вот эта резина, она не стоит дорого. И она продается здесь. Колеса просто. Торговый центр, дом. Орджоникижевский район. Приходите, берите себе супер резинку. А если денег-то и не будет, то можно и в кредит. Почему бы и нет?